Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Мы с вами в Тюмени. Стадион «Геолог» продолжается чемпионат Мэлбэн первой лиги. И вашему вниманию игра пятого тура между футбольным клубом Тюмень и ротором из Волгограда. Матч интересный по нескольким причинам. И потому что команды играли еще в высшей лиге чемпионата России в 90-е годы. И встречались в пересты СССР в 80-е годы в первой лиге. В воротах так же, как и во всех четырех предыдущих встречах. В воротах у ротора Никита Чигров. Ну что ж, поехали. Ваш комментатор Дмитрий Рыбьяков. Постараюсь рассказать обо всем самом интересном в черной форме футболиста Тюмени. Пока Болотов с мячом. И для Болотова тоже очень важная встреча. Удар на Лигу! И 1-0! Классный удар. Но отмечу еще и игру Болотова, который протащил мяч. Здесь один в один обыграл. Но вы знаете, Болотов в предыдущем матче в Нижнекамске играл под нападающим. Ну и смотрим, как Болотов здесь здорово выкатывает мяч. И хороший хлесткий удар в дальний угол. Ну и не сумел здесь среагировать чуть-чуть. Мне кажется, все-таки Савин запоздал. Но, конечно, отметим классный удар Дмитрия Прищепы. Стыковые матчи против Новосибирска за выход в МЛБ Первую Лигу для ротора завершились 17-го. Первый удар в створ ворот гостей Купцов наносит. Купцов в предыдущем матче отличился. Но сейчас, может быть, и других вариантов не было. Вот Кухарчук. И здесь классная подача! Удар! И тащит мяч Савин! Ох, как здорово Семенов все сделал! И там подключился на левом фланге партнер. Доработал и пробил. Но не сумел переиграть Савина. Да, моментище. Просто моментище. Сейчас еще один был у ворот Тюмени. Продолжает жить в Сургуте. 77 лет отцу. Здесь здорово сыграно! И... Купцов один в один обыграл. Так, на левом полуфланге прострелил на дальнюю штангу. Но там защитники опережают футболиста Тюмени. Покинул он Сокол. Ошибается здесь выход один на один. Удар! Нет, это не удар. У Плотников удар-то абсолютно не получился. Это что-то... Нет, не Плотников, наверное, это был Тюрин. Еще удар! И добивание не получается. Но вот первый момент настоящий у ворот Ротера. Сначала Оливье Кенфак с дальней дистанции пробил. Среагировал. И здорово сыграл сейчас Никита Чигров. Но и потом уже там не построился на добивании футболист Тюмени. Посмотрим, кто это был. Кто будет выполнять подачу Кленкин. Пробегает, вставляет мяч. Качуку хороший перевод. Прострел! А кто бить будет? Да, хороший был шанс у прежде всего Каратаева на правом фланге. Так немножко запутали соперников, футболисты Тюмени. На правом фланге открылся Каратаев, прибежал туда. Тюрин можно. Там есть поддержка. Два игрока. Ротер, опасный момент! А бить не дает. Не очень здорово. Партнер Тюрина принял мяч. И здесь уже нарушение про... Ну, срыв атаки, по сути. Здесь проваливаются футболисты Ротера в центре поля. Три в три. Атака Тюмени быстрая. Оливье Кинфак. Пяткой пытался мяч ворота переправить. С ближней штанги не получилось. Там заводит публику. Ткачук за них. И в центре обороны. Опять проблемы у Тюмени. Выход 1-1. И когда же бить-то? Удар! И не попадает створ ворот Тюрин. Вот это моментище был. И провал. Просто провал в центре обороны у Тюмени. Там втроем выскакивали игроки Ротера. Быстрая атака волгоградцев. И посмотрите. Снова левым флангом. С левого фланга. Девять игроков в Тюмени. Удар! Выше ворот мяч полетел. От ворот. Хотя там игроки Тюмени показывают, что мяч задел кого-то из футболистов-гостей. Рискованно, но пошел в обыгрыш. Последним защитникам. Выход 1-1. Удар! И Чигров тащит. Вот он моментище, чем был сейчас у футболистов Тюмени. Какой момент. Да. И Косарев хватается за голову. Вот не зря так катали мяч и нашли продолжение. Посмотрите. Здесь Сухорученко скатывает мяч по центру. Выход 1 на 1. Подача. И... Здесь затылком пытался пробить и пробил Кулишев, но в створ ворот не попадает. Явно добавил... Ну, не что-то, а добавил пару минут. Чуть меньше полторы минуты добавляет судья матча. И все. На этом звучит финальный свисток. Наша трансляция подходит к завершению. Для вас сегодня из Тюмени работали комментатор Дмитрий Рыбьяков, режиссер трансляции Антон Сокерин, редактор Сергей Шнайдер. Мы с вами на этом прощаемся. Будьте здоровы! Продолжение следует...